Сегодня 95 лет исполнилась жительнице Волгограда Анне Григорьевне Костровой. Со столь значимым юбилеем ее поздравил главный федеральный инспектор по Волгоградской области Дмитрий Сафонов. Он вручил ветерану Великой Отечественной именной приветственный адрес от президента страны. Слово Станиславу Лопатину. Анна Григорьевна родилась в 1917 году в Добринском, ныне Урюпинском районе. В 41-м, практически в первые дни войны, она вместе с мужем была мобилизована. Работала в местном госпитале, который пришлось свернуть, когда фашисты вошли в нашу область. Медработники и раненые пешком добирались до Волгограда. В конце похода обстоятельства сложились так, что для Анны Григорьевны служба в армии закончилась. Вот же до Волгограда туда почти дошли. В августе 1942 года муж пришел раненый, без ноги. Дочка заболела, когда меня взяли, ей было 3,5 года. Вот, тут меня домобилизовали домой. Отметить от имени президента России заслуги Анны Григорьевны Костровой и поздравить ее с 95-летием прибыл главный федеральный инспектор по Волгоградской области Дмитрий Сафонов. Он вручил ветерану поздравительное письмо от Владимира Путина, пожелал здоровья и благополучия. По его словам, это мероприятие – возможность руководству страны выразить свою признательность участникам Великой Отечественной. Важный момент. И об этом помнят и руководители государства. Если мы посмотрим биографию ветерана с лета 1941 года на фронте, я думаю, что таких людей, к сожалению, становится все меньше и меньше, но о таких людях можно хоть сейчас начинать писать книгу. Анна Григорьевна поблагодарила за поздравления, а письмо президента сразу определила на самое видное место. Станислав Лопатин, Александр Шишин, телекомпания Ахтуба.